Друзья мои, всем привет! С вами Кухня с акцентом и сегодня у нас рецепт по вашему выбору. Великолепный, невероятный салат мимоза. Он конечно опередил в вопросе уточку всего на 1%, что говорит о том, что уточку тоже надо записывать. Но пока мимоза, потому что он все-таки победитель. Расскажу вам сегодня некоторые секреты, чтобы вот этот салат получился у вас просто восхитительным. И начну сразу вам с первого секрета, друзья. Когда вы будете салат мимозу делать, берите какую-нибудь формочку чуть побольше. Я вот смотрите, взял форму для запекания на тарелочку. Когда форма маленькая, слои получаются слишком толстые. Там у меня иногда выходит, знаете, там картошка 10 сантиметров, лук 10 сантиметров, морковь 10 сантиметров. Такой маленький салатик вот такой длины. Но это немножко невкусно. Поэтому делайте так, чтобы слои были тоненькие, их и кушать удобно, и вкус совершенно другой, такой насыщенный. Ладно, еще один секрет сразу в начале вам скажу. Вы, наверное, заметили, что когда люди готовят этот салат, обычно все натирают и потом соединяют на слои. Не делайте так. Натерли картошку, пустили первый слой, натерли морковку, потом еще один слой и так. Почему, знаете, потому что натертые продукты часто потом слипаются. Картошку вы натерли, пока она лежит, пока вы что-то другое натеряете, она слиплась. Потом вы ее тут на слой размазываете, она как кашляться получается. Поэтому, как только натеряете, сразу отправляете его, делаете из него слой, вот и все. Ну, это такой мой этот, то, чего я отошел путем экспериментов. Но у вас, я уверен, особенно у многих из моих подписчиков, очень большой опыт в салатах. Поэтому вы напишите, правильно ли я делаю. Может все-таки лучше пока все натереть, а потом уже слои выложить, не знаю. Скажите. Ладно, я начну с того, что натру картошку. Натеряем картошку на крупной терке. Как вы, наверное, уже поняли, картошку я заранее сварил. Все сварите заранее, остудите. Все продукты должны быть холодными. И, важный момент, и морковку, и картошку варим вместе с солью. Вообще, по этому рецепту, который я вам сейчас покажу, соль вам вообще не понадобится, потому что все продукты уже и так будут просолены. Морковка, картошка, копченая грудка, она и так в ней достаточно, как без соли. Так что соль вам в целом вообще не понадобится. Прежде чем начать выкладывать слои, я вам посоветую сделать одну умную вещь. Возьмите растительное масло и намажьте форму вот так по сторонам, чтобы потом наше блюдо легко отходило от краев. И картошка тоже, знаете, она любит такое, если картошка присохнет, все. Самый лучший строительный, знаете, лучше, чем бетон. Тарелку промазывать не надо. Пускай картошка к тарелочке прилипнет. И потом наша формочка тут ездить не будет, будет легко очень слой намазывать. Все, начинаем отправлять. Первый слой, это картошка. Насыпаем, пока она не слиплась. И начинаем разравнивать. Ложечкой, вилочкой, силиконовой лопаточкой, что у вас будет под рукой. Вообще первый вот этот картофельный слой, конечно, должен быть самый толстый. Друзья, сейчас для вас один маленький секретик, который поможет вам ваш салат сделать вот просто еще более изюминка. Но вы не представляете, как подходит. Возьмите чуть-чуть укропа и мелко-мелко его нарубите. Затем к укропу добавляем чуть-чуть майонеза. Перемешиваем. И вот этот первый слой укропа и майонеза у нас пойдет на картошку. И размазываем тоненьким-тоненьким слоем. Давайте нарезаем сейчас курицу. У меня, как я и говорил, копченая курица. И поверьте, ребят, я понимаю, что вообще в мимозу идет рыба. Попробуйте, кстати, мимозу приготовить из тунца. Тоже вообще обалденно получается. Но из копченой курицы это мой фаворит. Нечто очень-очень вкусное. Ладно, давайте курицу нарежем мелко. И следующий слой это у нас курочка. Курицу режем обязательно поперек волокон. Волокна у курицы идут обычно. Вот, смотрите, вот здесь примерно это видно. Вот они. Вот так идут. Поэтому я сейчас нарежу курицу вот так, тоненько. Потом вот так. И поперек волокон. На слишком мелкие тоже, конечно, не режьте. Она должна все-таки чувствоваться. Знаете, курочка в блюде. Вот на такие кубики. Насыпаем. Равномерно распределяем. Простите. О, какая курица вкусная. Очень вкусная копченая курица. Смотрите. После того, как курицу добавили, опять очень-очень тонким слоем пускаем майонез. Дальше мелко нарезаем лук. Не очень-очень мелко. Все-таки он должен в салате чувствоваться. Знаете, на зубок попадать, так похрустывать. Это приятно. Добавляем лук в мисочку. Заливаем кипятком. Буквально на несколько секунд идем. Сразу воду сливаем и лук промываем холодной водой. Это нужно, чтобы температура лука быстро упала. Немножко вода стекла, конечно. Ну, давайте сейчас лук хорошенько просушим. Можно это сделать салфетками. Можно, если у вас есть чистое полотенце. Не проблема. У меня вот эта центрифуга есть. Ребят, в каждом видео, где она появляется, я вам ее советую. Поверьте, это незаменимый помощник на кухне. Я сейчас тщательно лук просушу. И следующим слоем уже выкладываем лучок. Ребят, посмотрите, как эта центрифуга сушит все. Вообще великолепная вещь. Ладно, следующий слой у нас лук. Лук, вот этот слой, ничем смазывать не надо. Вы сейчас поймете почему. Берем маринованные огурцы. Я понимаю, кто-то из вас сейчас скажет, звурав в мимозу огурцы не идут. Я все понимаю. Вы дождитесь и вы поймете, что и зачем это. Поверьте, когда дело касается курицы, вот это вот все, что я вам сейчас показываю, это что-то восхитительное. Ладно, опять таки на крупной терке натираем. Берем наши маринованные огурцы. Выживаем с них лишний маринад. Он нам не понадобится. Хорошенько тщательно выжимаем. Хорошенько отжали. Опять немного майонеза. Перемешиваем. И тоненьким слоем на лук. Следующий слой морковка. Добавим чуть-чуть ярких цветов. Тоже на крупной терке, на такой же, как картошку. Выкладываем морковку. Распределяем. Такой красивенький слой морковки. И чуть-чуть тоненько-тоненько майонез, друзья. Этого хватит. На самом деле, знаете, в этот салат идет намного меньше майонеза, чем можно подумать. Потому что слои майонеза очень-очень тонкие. Сейчас добавляем тоненьким слоем черненький перец. Немного, чтобы он в блюде чувствовался. Но чтобы, знаете, не острил, вкус не перебивал. Притом, если он у вас будет свежемолотый, то поверьте, друзья, вот совсем чуть-чуть. Все. Этого достаточно. Разделяем жилки и белки. Яйца должны быть сварены вкрутую. Натеряем на той же терке, что и все остальное. Следующий слой белки. Белки опять так, знаете, разравниваем. Ровненько, чтобы везде все было. Сейчас нам нужна знакомая манипуляция. Берем опять совсем чуть-чуть укропа. Мелко-мелко его нарезаем. Чуть-чуть майонеза. Перемешиваем. Надо еще чуть-чуть, слишком я жадничаю. Думаю, прекрасно. И очень-очень тонким слоем намазываем на белок. Вот так, друзья, тоненьким-тоненьким слоем размазываем. А сейчас на самой мелкой терке натираем желтки. И красивенько наш салат украшаем. Пока, друзья, очень-очень тонким слоем. Потом еще раз следующим слоем пройдемся. А то получится так, что в одном месте рассыпали, а другим местам ничего не досталось. Дорогие, вот таким нехитрым способом, но с некоторыми хитростями, которые я вам показал, можно сделать вот такой великолепный, наивкуснейший салат. Его, конечно, сейчас оставить бы на несколько часов. И даже на ночь еще лучше будет. В холодильнике вкусы все объединятся. Салат, кстати, от этого плотнее станет. Он немножко так утрамбуется. Но за камерой голодный оператор, который говорит, что этого сегодня не случится. И салат нужно пробовать немедленно. Так что, если я его открою и он развалится, я тут ни при чем. Все вина оператора. Ладно, открываем давайте. Друзья, смотрите, реально режется как торт. Как чизкейк. Ладно, давайте попробуем. Это что-то с чем-то. Великолепно. Вот честно. Вот попробуйте по этому рецепту мимозу, и вы поймете, что это блюдо, которое вы так любили, могло быть оказывается еще вкуснее. Невероятная вкуснятина. Хочу очень важные моменты напомнить. Обязательно, когда вы будете варить овощи, их солите во время варки. И тогда здесь соль не нужна. Вот сейчас я пробую соль просто в меру. Идеально тут ничего, соль тут вообще не нужна. Сама куриная грудка копченая, она тоже соленая в меру, поэтому ничего такого. И этот момент, когда я вам показал, когда укроп смешивается с майонезом, маринованный огурец смешивается, не игнорируйте эти моменты, определенную изуминку придают. И получается великолепный вот такой почти десерт, но на самом деле вкуснее, чем десерт, потому что тут мясо. Я вам хочу показать, почему я, когда делаю мимозу, использую обычно в форме для запекания, потому что вы кусочек взяли, закрыли, потом просто крышку от кастрюли взяли, накрыли, убрали в холодильник. Очень-очень удобно, реально. Знаете, когда в форме она обычно квадратная, еще какая-то, надо в пленку заматывать, кто-то в фольгу, не знаю. А я обычно в форме вот так делаю, крышкой накрыл, убрал в холодильник. Вытащил, открыл, раскрыл, приятного аппетита. Ладно, друзья мои, надеюсь, что рецепт вам понравился. Если вам понравился, я очень рад, а если вам не понравился, извините, ну, я хотел, чтобы понравился. Ладно, друзья, на этом надо заканчивать, потому что оператор уже начал гризть камеру, а камера у нас одна. Поэтому всем желаю вам хорошего здоровья, аппетита, настроения, берегите друг друга. Пока-пока. Затем, разделяем жилки, жилькли-гилькли-гилькли. Дальше, друзья, разделяем жилки от белков. Слышали? Дальше, друзья, разделяем жилки. Какие жильки? Дальше, отделяем жилки. И... Отделяем жилки от белков. Жилки от белков. Субтитры создавал DimaTorzok